Здравствуйте! Вас приветствует компания «Веда Квант». И мы начинаем наш вебинар. И перед началом вебинара хочу напомнить вам некоторые организационные моменты. То есть некоторые с нами первый раз, некоторые уже не первый раз. Кто знает, просто послушайте меня. На вебинаре мы отвечаем по теме данного вебинара. Для того, чтобы осветить все ваши вопросы, в этом месяце запускается новый проект «Встреча без галстуков». Это будут бесплатные вебинары, посвященные ответам на ваши животрепещущие вопросы. Посмотрите и запишитесь на этот вебинар. Вы узнаете общий регламент и то, чему будут посвящены эти встречи. Если вам требуется какая-то срочная консультация, вы можете воспользоваться также нашей новой опцией. Она находится в разделе «Обучение» и называется «Консультация экспертов». Если вы в чем-то не разобрались, что-то вам надо узнать, можно воспользоваться этой опцией. И сейчас переходим к сегодняшней теме. Поставьте по 10-бальной шкале, как меня слышно. Жду ваших ответов. Замечательно. Кто-то даже слышит на 10 с плюсом. Я рад за вас. Начинаем наш вебинар, посвященный каналу «Мочевого пузыря». И мы двинемся по уже отработанной схеме. Вы узнаете основные характеристики, проекционные зоны и функциональное применение канала мочевого пузыря и его биологически активных точек. Мы рассмотрим основные точки силы канала мочевого пузыря. И в завершение практическая методика прохождения канала мочевого пузыря. Исконное традиционное китайское название данной системы – Цзу Тайян Пан Гуан Зин. И вы видите обозначение во французской и в английской номенклатуре. Первый иероглиф Цзу обозначает, что это ножной канал. То есть ножные каналы начинаются, либо заканчиваются на ногах. Канал мочевого пузыря будет заканчиваться на нижней конечности. А начинается он на голове в области глаза. Тайян обозначает, что канал мочевого пузыря относится к первой энергетической оси тайян с максимальным значением ян в энергии канала. И вместе с каналом тонкой кишки он является защитником от внешних патогенных биоклиматических энергий. Либо по-другому это называется энергии ША. Более подробно, что такое энергии ША, как работать с каналами и меридианами, с точками на продвинутом уровне, я рассказывал в своем цикле вебинаров, которые недавно закончились на нашем ведомарафоне. И вы можете всегда посмотреть в записи этот вебинар и освоить продвинутые методики работы с точками. Система Тайян является защитником. И от того, как сильна энергия мочевого пузыря и канала тонкой кишки, от этого зависят наши защитные силы и, в первую очередь, иммунитет. По системе УСИН, по отношению к пяти элементам, в китайской традиции канал мочевого пузыря относится к элементу вода. Это янский меридиан. Его инской парой являются почки. Именно эти два элемента составляют элемент вода. Они управляют жидкостями нашего тела и все, что связано с этой инской субстанцией. В аюрведической терминологии почки и мочевой пузырь относятся к категории вата. И это показатель того, что канал мочевого пузыря достаточно функционирует быстро, потому что вата, она свойственна к изменениям. И таким же изменениям очень часто претерпевает и оказывает эти изменения канал мочевого пузыря. И сейчас мы с вами разберем основные характеристики данной энергетической системы. Канал мочевого пузыря управляет, трансформирует, хранит и выделяет жидкости организма. То есть вся та влага и жидкость, что попадает в наш организм, до момента покидания нашего организма, все это находится в ведении канала мочевого пузыря. И если вспомнить, что человек при рождении состоит на 90% из воды, а когда он умирает, всего воды насчитывается в организме не более 60%, то влага и жидкости нашего тела – это один из основных параметров. И этим основным параметром управляет мочевой пузырь. В европейской традиции, в европейской медицине мы мало придаем значению мочевому пузырю. Для нас это просто европейцев мешочек, в котором скапливается моча. Но на энергетическом уровне все обстоит намного сложнее. И недаром канал мочевого пузыря – это самый длинный по протяженностью и самый большой по количеству биологически активных точек. На канале насчитывается 67 точек. И все эти точки оказывают влияние на жидкости нашего тела. Эта система влияет на позвоночник, костную ткань и суставы. Через точки шу спины происходит взаимодействие со всеми основными органами и оставшимися 11 каналами. В следствии этого глобального воздействия меридиан мочевого пузыря поддерживает равномерное течение крови. И одним из уникальных свойств данной системы является обезболивающее действие основных биологически активных точек. И на канале мочевого пузыря находятся одни из самых сильных обезболивающих биологически активных точек. Мы будем разбирать их более подробно. Но лидером в этой области, по мнению специалистов традиционной китайской медицины, является 60-я точка Кунь-Лунь. Где она находится и какие еще эффекты оказывает на организм, вы узнаете сегодня. Данная система открывается в ухо. То есть состояние ушной раковины напрямую связано с энергиями воды. И за ушную раковину, за наш слух отвечает как канал мочевого пузыря, так и почки. И в целом аурикулотерапия, она очень сильно влияет на вот этот водный обмен. И когда мы будем в скорости в следующем уже месяце рассматривать канал почек, вы узнаете, что почки также связаны с нашей генетикой. И поэтому аурикулярные точки можно назвать своеобразной генетической терапией. Так же, как и точки Юань, находящиеся на каждом из меридианов. Зеркалом канала являются волосы на голове и крепость костей. То есть, если ваши волосы редеют, либо начинается остеопороз, это говорит об некачественной энергии в системе мочевого пузыря и почек. Вкус характерный для меридиана – это соленый. К нему относятся из жидкостей все, что соленое. В первую очередь, конечно, минеральные воды и все продукты, богатые микроэлементами. В первую очередь, это морепродукты. Вне зависимости от того, они животного происхождения, либо те же водоросли, они также богаты минералами. Эмоциональная составляющая – это страх и бесстрашие. Но я думаю, вам понятно, что страх – это он наблюдается, когда недостает энергии в данной системе, либо когда эта энергия течет неровно. Есть блоки, какие-то зажимы энергетические. А бесстрашие появляется, когда энергия полна, она сильна и крепка. И очень многие люди, которые не чувствуют вот этой энергичности, они спрашивают, куда девается моя энергия и почему я ее не получаю. И вот на эти все вопросы мы будем отвечать вам в цикле вебинаров под таким названием «Где моя энергия?» или «Как я получаю ЦИ?». Анонс этой серии вебинаров скоро будет представлен для вас. Обязательно посетите этот анонс, я в нем расскажу. Очень много интересных вещей для… И, так скажем, приглашайте других людей, даже не имеющих пока видопульс. Потому что я буду рассказывать моменты, которые можно посмотреть более экспертно на нашем видопульсе. Но также буду рассказывать моменты, для которых и не нужны аппараты. И будет большая практическая часть, но уже в последующих месяцах, потому что это цикл вебинаров, где вы научитесь диагностировать уровень качества энергии и повышать это качество и количество энергии, работая с телом, с эмоциями и со своим интеллектом. И как раз на психическом проявлении канал мочевого пузыря дает мудрость, волю, крепость духу, любовь, открытость, определенную психоэмоциональную текучесть. И все эти качества мы будем рассматривать в том числе в серии вот этих вебинарах под названием «Где моя энергия?». И сейчас переходим дальше. Это основные, ключевые характеристики канала мочевого пузыря. И этот канал за счет точек Шу является особенным, потому что точки Шу, которые находятся на спине, связывают его со всеми внутренними органами и другими энергетическими системами. И я бы посоветовал вам запомнить эту схемку. Ну, поначалу пока сделайте просто скриншот и распечатайте, либо сохраните в электронном виде. И обратите внимание, я думаю, все вы уже помните последовательность наших меридианов. Но запоминать точки Шу через последовательность меридианов достаточно трудно. Вы видите, я вот поставил синими стрелочками, как по большому кругу циркуляции энергии расположены точки Шу. Они находятся в хаотичном порядке. Но чтобы легче запомнить эти точки, лучше запомнить их по расположению сверху вниз. Ну, кому больше нравится, может, конечно, запоминать и снизу. И вот эта схемка уже с красными выносными стрелочками как раз указывает тот уровень, на котором находится данная биологическая активная точка. И как раз вот эта схема расположения Шу точек показывает, что китайские специалисты уже достаточно давно прекрасно были осведомлены, как иннервируются наши внутренние органы. Потому что именно на этом уровне, где находится точка Шу, отвечающая за работу конкретного внутреннего органа, и находится нервное сплетение, иннервирующее одноименный орган в европейской медицине. И сейчас мы с вами переходим на точки силы канала мочевого пузыря. Напоминаю вам, что главными, основными точками являются биологически активные точки пяти элементов. Они есть на каждом канале. И последовательность этих точек по элементам, она зависит от того, янский канал или иннский. На янских каналах одна последовательность, вы ее видите на экране. То есть последовательность всегда начинается от кончиков пальцев. И она обозначается Шу 1. Следующая точка Шу 2. Следующая по очереди Шу 3. Четвертая находится достаточно хаотично. Ее надо запоминать. Пятая точка всегда находится в районе либо локтя, либо колена. И последовательность для янских меридианов – это металл, вода, дерево, огонь, земля, начиная от кончиков пальцев. Для иннских меридианов последовательность другая. И она начинается с дерева. То есть точка категории Шу 1 – это дерево, дальше огонь, земля, металл, вода. Также к главным точкам относится точка щель, либо противоболевая. Это самое узкое место меридиана. Для канала мочевого пузыря это 63-я точка. На каналах также обязательно находится точка Ло, от которой идет коллатераль к спаренному по Инь-Ян каналу. И происходит связь с точкой Р3 в данном случае. От В58 энергию можно перекинуть в точку Юань-канала почек Р3. И часто точки, находящиеся не на этом канале, это Мо и Шу точки. Мо-точка отвечает за Инь-составляющую меридиана. Это точка 3 по передне-срединному меридиану, а точка Шу – это 28-я точка на канале мочевого пузыря. Все точки Шу находятся на канале мочевого пузыря. И вы только что видели общую картинку этих биологически активных точек. В наших рецептах для рефлексотерапии и для других модулей, использующих биологически активные точки, мы применяем алгоритмы шумотерапии. И заведите картиночку себе, нарисуйте, запомните вот этот уровень. Потому что точки, относящиеся к категории Шу и Мо, очень часто бывают нужны для работы. И наша работа, работа с модулями, постоянно усовершенствуется. И уже на следующей неделе я представляю вам анонс нового экспертного расширения под названием «Джэнь Дзю». Это по-китайски так называются основные методы. «Джэнь» – это иглоукалывание, «Дзю» – прижигание. И в узком смысле слова это действительно иглоукалывание и прижигание. А в широком смысле слова это намного больше. Это все методы, основанные на воздействии биологически активных точек. И об этом новом экспертном расширении я буду рассказывать уже на следующей неделе. Буду анонсировать его. И когда выйдет это экспертное расширение, оно заменит полюбившуюся вам рефлексотерапию. У вас расширится намного функционал в выборе точек и способов воздействия. У тех, у кого еще нет рефлексотерапии, те смогут сделать на вебинаре и сразу после него предзаказ уже нового экспертного расширения. Но об этом вы узнаете уже совсем-совсем скоро. И сейчас начнем рассматривать точки силы канала мочевого пузыря. И как всегда мы начинаем с точек Шу и Мо. Точка Шу мочевого пузыря, Пангуан Шу. Первое название Пангуан это собственное китайское название. Мочевого пузыря Шу обозначает, что относится вот к этой категории Шу. Эта точка самая нижняя из всех Шу точек на спине. Она находится в области крестца. Рядом, чуть в сторону от второго крестцового отверстия. При любой комплекции человека, если прощупать крестец, то вы обнаружите и почувствуете эти крестцовые отверстия. И вам надо немного отступить на полу Цуня от крестцового отверстия. Там будет находиться эта точка. Она 28-я по номеру среди точек канала мочевого пузыря. Точка Мо находится на передней поверхности тела по средней линии. Наиболее часто почему-то в руководствах пишется, что она находится на 4 Цуня ниже пупка. Хотя она намного ближе находится к лонному сочленению. И вот над лоном она находится всего в один Цунь. И очень полезно помнить вот эти расстояния и разбивку нашего тела на пропорциональные отрезки, которые в китайской традиции называются Цунь. О Цунях я напоминал в серии вебинарах ведомарафона и рассказывал об этой системе. Также там был очень такой интересный, насыщенный вебинар, посвященный продвинутым методам рефлексотерапии. И мы разбирали такую закрытую тему. Найти ее в русскоязычной литературе на данный момент невозможно. Как теорию Шен-Ван применительно к биологически активным точкам. Эта методика показывает, в каком состоянии находится каждый элемент на данном канале. И это состояние различно. И если соединить и знать биологически активную точку дня рождения, то мы можем профилактировать очень многие болезни у человека и не давать им развиваться. Во всем этом вы можете узнать, посмотрев запись моего вебинара. И начинаем по точкам Шу с точек пяти элементов. И пойдем от кончиков пальцев, то есть в обратном направлении. Сам канал, напомню, заканчивается на кончиках пальцев ног. И первая точка от кончиков пальцев и последняя точка на канале. Это 67-я точка G-Инь. Достижение Инь. Эта точка относится к элементу металл. И давайте маленечко потренируемся и посмотрим, как летние месяцы не убрали ли из ваших голов знания системы УСИН. Напишите в чат, пожалуйста, какую функцию выполняет точка металла на канале мочевого пузыря. Что она делает? Тонизирует либо седатирует данную энергетическую систему? Жду ваших ответов. Так, ну, первый человек собрался силами и дал ответ. Давайте подождем еще нескольких вариантов. Не стесняемся. В угол вас ставить за неправильный ответ не буду. Включаемся, включаемся в активную работу. То есть, постоянное повторение информации показывает вам, насколько вы хорошо владеете этой информацией и как глубоко вы прониклись ей. Да, первый ответ был правильный. Точка металла тонизирует данную систему. То есть, правило простое, что металл – это мать воды. То есть, помните высказывание, что металл рождает воду, либо, как говорят древние, на клинке булаты всегда есть капля росы. По бытовому можно запомнить, что все гвозди ржавеют. Но ржавчина – это окисление, это связано с водой. Какая ассоциация вам ближе, то и запоминайте. Но всегда задавайте вопрос, как взаимодействуют между собой элементы. Простое взаимодействие описано во многих учебниках, и оно сводится к трем составляющим. Это к тонизирующей, седативной и точке элемент в элементе. Но есть еще две биологически активных точек. И что делают эти точки с каналом, говорит теория Шенван. И данная точка, 67-я, называется «Достижение инь». Вспоминаем, меридиан относится к воде. Вода – это иньская субстанция, и она самая иньская. То есть, последняя точка из названия показывает, что она воздействует и концентрирует инь. То есть, она достигает энергии инь. Следующая биологически активная точка, 66-я. Цзутунгу. Текущий ручей на ноге. Это точка-элемент в элементе. То есть, непосредственно элемент вода. Первая точка, 67-я, она располагалась у корня ногтя, мизинчика на стопе. Далее мы по боковой поверхности мизинца идем до первого крупного сустава, где заканчиваются пальчики. И вот перед этим суставом и будет 66-я точка. Само название «Текущий ручей» указывает, что эта точка влияет на жидкости, как и сам канал. Так как это канал воды, и это точка воды, то данная точка, она очень сильно влияет на жидкости тела. И наиболее часто используется, например, при повышении артериального давления. Следующая биологически активная точка, она находится сразу за суставом. Вот здесь была 66-я. Мы переваливаем за суставчик и находим 65-ю биологически активную точку. Шугу. Называется соединяющая кость. Она является седативной и относится к элементу дерева. У ней интересное действие. Она отводит восходящий ток энергии от головы, охлаждает жар и успокаивает ветер. То есть ветер – это то, что двигается, взаимодействует и повреждает в первую очередь верхнюю часть туловища. И когда ветра много, то человек может получить в лучшем случае головную боль, в худшем случае инсульт. Но все зависит от его защитных сил, от того, как функционирует защитная ось Тайян и каков его общий энергетический компонент, который, я думаю, все вы знаете, с помощью ведопульса мы оцениваем по показателю ТП. Следующая биологически активная точка – это 64-я. Мы дальше скользим по косточке и упираемся в ее головку. И вот в месте перехода тела кости в головку находится 64-я биологически активная точка. Называется дзингу – основная кость. На канале она выполняет функцию Юань, то есть связана с первичной энергией на канале. По системному действию она совпадает с предыдущей точкой. Она также отводит восходящий ток ЦИ от головы. То есть это все те симптомы, которые испытывают женщины при патологическом климаксе. Это все те симптомы, когда вы чувствуете прилив, покраснение и жар в области головы и лица. Но у 64-й точки есть еще одно очень интересное свойство. Она применяется при простудных заболеваниях в момент, когда наступает озноб. И при таком симптоме ее очень хорошо комбинировать с точкой Р3 ТАЙСИ – это третья точка на канале почек. Это тот канал, который мы будем изучать с вами в следующем месяце. Следующая интересная для нас биологически активная точка – 63-я. мы опять же продолжаем двигаться по стопе. И уже в районе по нижнему краю кубовидной кости мы найдем 63-ю биологически активную точку. Называется она Дзинмэнь – золотая дверь. И это как раз самое уязвимое место меридиана. То есть Дзинмэнь относится к категории Се – противоболевых точек. И на самом деле противоболевые точки, конечно, уменьшают уровень боли, но это не их главная функция. Точка Се – она восстанавливает проходимость. Но одним из симптомов нарушения проходимости является боль. Интенсивность боли зависит от того, насколько закрыта эта проходимость. Если совсем закрыта – это резкая сильная боль. Либо в проекции меридиана человек вообще не чувствует боли. То есть его можно иголочкой колоть, а он особо на это не реагирует. Это показатель того, что канал очень долго находится в заблокированном состоянии. И через него перестает течь энергия. Она течет через дополнительные коллатерали. И вот точка 63-я, она как раз и прочищает канал мочевого пузыря. И тем самым она может влиять на все меридианы. Потому что как течет энергия в канале мочевого пузыря, так работает наш позвоночник и наши точки ШУ. Следующая достаточно мощная точка – это 60-я, Кунь-Лунь. Кунь-Лунь – это название горы в Китае. Ну, такая гора, она физически существует. И это даже целый горный массив Кунь-Лунь. Но во всех традициях и описаниях имеется в виду не конкретная гора, либо горяда Кунь-Лунь, а мифическая гора Кунь-Лунь, на которой живут небожители. И постоянным, так скажем, жителем этой горы является матушка Сиваньму. Кунь-Лунь – это богиня китайская, она является дарителем бессмертия, потому что на Кунь-Лунь растут персики бессмертия. В русской традиции есть молодильные яблочки, в китайской традиции есть персики бессмертия. И те герои, которые добрались до гори Кунь-Лунь, им не надо ничего красть за то, что они уже попали туда. Ну, попасть, как вы сами понимаете, туда достаточно непросто. Там есть описание и огненных рвов, и разных чудовищ, которые охраняют подход к горе Кунь-Лунь. Но любой человек, кто достиг этой горы, встречается с матушкой Сиваньму, и она ему дарит персик бессмертия. То есть в китайской традиции есть очень много красивых легенд на эту тему. И эта точка, она относится к элементу огня. И посмотрите, какое сочетание огонь и вода. Казалось бы, две противоположных структуры и системы. Но главная задача хорошей и интенсивной крепкой энергетики – это сочетать несочетаемое. То есть соединить в единое целое огонь и воду. И тот человек, который это понимает и достигает этого, тот, получается, обретает бессмертие. И именно поэтому Кунь-Лунь достаточно сложно достичь. Потому что, понятно, в историях есть описания, какие-то легенды, красивые образы. Но за этим скрывается одна простая мысль, что в нашем теле, в нашей жизни все взаимосвязано. И те люди, которые поняли эту взаимосвязь противоположностей и сумели ее без конфликтов воплотить в своей жизни, они обретают бесконечный источник энергии и получают очень многие интересные дары. И первый шаг в направлении обретения вот этих даров и соединения огня и воды мы сделаем уже в этом месяце на вебинарах под названием «Где моя энергия?». И в частности, об несочетаемости мы будем говорить, и вы узнаете простые способы, как этого достигать. Понятно, это будет только первый шаг. Но путь в тысячу ли, как говорил Конфуций, начинается с первого шага. И нам его надо сделать. Точка Кунь-Лунь, она является одной из самых сильных противоболевых точек, особенно связанных с болевым синдромом в области спины и поясницы. Это специфическая точка при заболеваниях нервной системы и при повышенном артериальном давлении. То есть, это все то, что относится к ведению огня и воды одновременно. Нервная система – это проводник, вода. Но функцию, которую выполняет нервная система – это огонь. Повышение артериального давления – это тоже сочетание огня и воды. То есть, все, что устремляется вверх и дает человеку жар – это огонь. Но сама кровь – это вода. Это жидкость. Следующая интересная для вас и для меня точка – это пятьдесят восьмая. Фэй-Ян – быстрая передача Ян. Это ло-точка. Она соединяет канал мочевого пузыря с последующим каналом почек. Функция у Фэй-Ян следующая. Она отводит энергию от головы, применяется при заболеваниях носа с кровотечением и также может использоваться как точка первой помощи при отеке квинке. То есть, везде, где надо быстро перераспределить энергию Ян, можно использовать пятьдесят восьмую биологически активную точку. Найти ее достаточно просто. Для этого даже можно не использовать вот это деление на Цуне. Она находится с наружной стороны мышцы. Вот нащупайте примерно на середине нашей голени мышцу. Она состоит как бы из двух брюшек. Вот на месте, где соединяются эти две брюшки, и чтобы мышца контурировала лучше, вы вот стопу, как бы пальчики на себя натяните, и вы почувствуете вот здесь напряжение в голени. И найдите где как бы вот ямочку вот эту. Потом сдвиньтесь чуть вниз по рельефу мышцы в наружную сторону. Там буквально один Цунь чуть-чуть вниз. Как бы наружу и вниз. И понадавливайте в этом месте. Икроножная мышца, она одна из самых сильных. Мы ходим за счет этой мышцы, удерживаем равновесие. И именно в этом месте накапливается напряжение. То есть очень редко бывает, чтобы это место было неболезненное. И пощупав вот такую мышцу, вы найдете эту точку. Она очень часто бывает плотная и болезненная. Это будет именно 58-я точка. Следующая точка 40-я. Она находится в центре подколенной ямки. И называется Вэйджун. Поддерживающая середина. Она находится по середине подколенной ямки, на середине складочки. Это одно из ее положений. Нажимать и искать ее надо очень-очень аккуратно. Потому что здесь проходит артерия. И даже грубое надавливание в этом месте может вызвать травму артерии. Ну и, соответственно, резкое ухудшение кровообращения нижних конечностей. Есть вариации, когда эту точку ставят вот сюда, вот в месте, где соединяются мышцы. То есть поднимают вверх. В любом случае, что изображение как на слайде, так и второе, о котором я сказал, в этих местах проецируется артерия. И воздействовать надо очень-очень аккуратненько. Но в то же время, если вы воздействуете лазером, то эта точка очень хорошо получает лазерное излучение и передает по кровотоку. Именно за счет того, что эта точка связана с крупной артерией, она называется и относится к категории небесных точек. По элементам данная система относится к элементу земля. И она оказывает контролирующее действие на энергетику меридиана. Специфическое действие данной точки, она охлаждает жар и успокаивает кровь. При суставных заболеваниях и боли в суставах ее очень хорошо комбинировать с точкой ТР-5, пятой точки по каналу тройного обогревателя. И сейчас переходим к связям по правилам. Первая связь – это, конечно же, сопряженный меридиан по правилу инь-ян. И это меридиан почек. Почки и мочевой пузырь относятся к категории воды. Чтобы сбросить лишнюю энергию из канала мочевого пузыря, мы активируем точку В-58 и передаем энергию в юань точку Р-3. Канал почек также может давать энергию из своей ло-точки Р-4 в точку 64, точку Юань на канале мочевого пузыря. В аюрведической традиции данный канал относится к категории вата. И также к категории вата относятся каналы почек, легких и толстой кишки. Все эти четыре канала отвечают за функционирование ваты в организме. По правилам пульсовой диагностики канал мочевого пузыря главенствует над каналом тройного обогревателя и может передавать энергию из своей ло-точки 58 в точку Юань канала тройного обогревателя ТР-4. Эта техника основана на связях, учитывающих пульсовую диагностику. И о продвинутых алгоритмах пульсовой диагностики посредством аппарата Ведопульс Я рассказывал уже на вебинаре в Ведомарафоне в продвинутых техниках. Всем участникам вебинара очень понравилась эта методика и я напоминаю им, что жду их отзывов и конкретных примеров, как эта методика помогла им в работе. И сейчас мы разберем ход канала мочевого пузыря как главного меридиана, так и сухожильно-мышечного меридиана. Сам главный меридиан, на котором находятся все биологически активные точки, начинается у внутреннего угла глаза, идет по голове и переходит на спину, где делится на две ветви. В настоящий момент номенклатура точек такая, что по очереди идут биологически активные точки сначала по первой линии канала мочевого пузыря, которая отстоит на полтора цуня от заднесрединной линии. И именно на этой линии находятся все точки ШУ. В области крестца меридиан приближается к срединной линии, переходит на нижнюю конечность и опускается в подколенную ямку, где находится сороковая точка. Далее по номеру сорок первая вновь находится на спине, на так называемой второй линии канала мочевого пузыря. Вторая линия канала мочевого пузыря отстоит уже на три цуня от заднесрединной линии. Она проходит по всей спине, и точки на второй линии канала мочевого пузыря являются в основном усиливающими точками для точек ШУ, находящихся на этом же уровне, на канале мочевого пузыря. И далее точки продолжаются уже ниже подколенной ямки, по задненаружной поверхности нижней конечности и заканчивается меридиан в 67-й точке с наружной поверхности мизинца. Сухожильно-мышечный меридиан, отвечающий за состояние мышц, он имеет намного больший охват. И посмотрите, вот эта голубенькая линия, это проекция сухожильно-мышечного меридиана на тело человека. Сухожильно-мышечный меридиан дублирует ход главного меридиана, плюс добавляется веточка, идущая непосредственно вниз от внутреннего угла глаза к углу нижней челюсти, проходящая сверху и снизу плечевого сустава. То есть меридиан огибает плечевой сустав и влияет на функцию плеча. И далее в области лопатки присоединяется к широкой линии мышечной, которая захватывает как первую, так и вторую линию канала мочевого пузыря. На нижней конечности занимает всю заднюю поверхность бедра и заднюю и наружную поверхность голени. И изменение в этих местах, боль, проявление остеохондроза, либо нарушение функции плеча, повреждение вращательной манжетки плеча, все это являются показания к использованию данной энергетической системы. По зонам Захарина Геда, по рефлекторным зонам, к каналу мочевого пузыря относится низ живота, пупочная и зона ниже пупка, также вся поясничная область с захватом верхней части ягодицы и опускающаяся вдоль наружной поверхности бедра, так называемая область галифе, это все рефлекторная зона для канала мочевого пузыря. На лице мочевой пузырь проецируется на область подбородка и на ямочку между нижней губой и подбородком. То есть вот эта вся область, она одновременно является и мочеполовой, и мочевой зоной. Точка меридиана мочевого пузыря для мужчин и женщин располагается в зоне висков. Для женщин приоритетом является область правого виска, для мужчин является приоритетной область левого виска. И если у нас происходят какие-то болевые либо неприятные явления в области висков, особенно с повышением артериального давления, то в первую очередь надо обращать внимание на канал мочевого пузыря и также дифференцировать состояние с поражением канала желчного пузыря. Эти две энергетические системы являются в приоритете при головной боли в области виска и при повышении артериального давления с какими-то явлениями либо изменениями сосудов в височной области. Вот основная информация по меридиану мочевого пузыря теоретического плана. И сейчас мы с вами переходим к практической методике прохождения меридиана мочевого пузыря. Как всегда напоминаю вам, что для лучшего прохождения меридиана мочевого пузыря надо запускать малый небесный круг, то есть активировать одновременно и заднесрединные и переднесрединные меридианы. Точками, ключами, которые запускают в работу эти меридианами являются точка IG3 для заднесрединного меридиана и точка P7 для переднесрединного меридиана. Сначала мы активируем точку IG3, находящуюся на ребре кисти, и потом прохлопываем заднесрединный меридиан по крестцу поясничной области, спине, шее, голове до области рта. Каждое последующее похлопывание на половину ширины ладони перекрывает предыдущее похлопывание. Таким образом, мы активировали заднесрединный меридиан. Переднесрединный меридиан начинаем с активации точки P7 и прохлопываем от лона по переднесрединной линии, по животу, грудной клетки, шеи очень осторожно и до области рта. И во рту языком касаемся неба в верхней части и в нижней части, соединяя, зацикливая таким образом круговорот по переднему и заднесрединному меридиану. Данные меридианы, они поднимают вверх энергии, соединяются в области рта и далее передают на так называемый срединный пронзающий меридиан, который внутри тела опускает энергию через все три обогревателя в область промежности, где снова начинается очередной виток. То есть, на самом деле, такое сложное движение по восьмерке, если раздельно рассмотреть задние срединные и передние срединные меридианы. Но эта восьмерка, она работает одновременно. То есть, получаются такие завихряющие движения, когда энергия поднимается по наружной поверхности, заходит через рот внутрь нашего тела и опускается вниз. Когда циркулирует малый небесный круг, хорошо работает большой небесный круг. хорошо работают все наши 12 меридианов. И меридиан мочевого пузыря мы начинаем прохлопывать от внутреннего угла глаза. Понятное дело, что в области глаза мы легонечко кончиком пальцев прохлопываем, как бы наносим легкие вибрирующие движения. Поднимаемся от угла глаза к внутреннему краю брови и уже в области головы мы кончиками пальцев наносим такие удары. То есть должен быть соответствующий звук. Попробую себе по голове постукать. Я, конечно, не уверен, что вы в микрофон это услышите. Но при этом будет определенный звук. Я просто попробую сейчас гарнитуру поближе подвинуть, чтобы вы могли это услышать. Ну да. Микрофон я видел реагировал на мое постукивание. но если это не очень хорошо было слышно, лучше я это воспроизвести не могу. Просто запомните, когда вы оказываете постукивание в области головы, вы сами должны слышать этот звук. Это должен быть именно такой легкий удар концентрированный. И в этом случае прорабатываются точки и весь канал. Таким образом мы похлопываем по всей области головы и идем примерно на полтора цуня от задней срединной линии. Доходим до области шеи и в районе седьмого шейного позвонка начинаем хлопать всей ладонью. И здесь все зависит от того, насколько мы растянуты, насколько гибки наши суставы. И помним, что сухожильно-мышечный меридиан огибает плечо. И подвижность плечевого сустава в том числе влияет на данную энергетическую систему. В норме человек должен свои руки сцепить за спиной. Но при этом одна рука идет сверху, другая снизу. Если вы это делаете, подвижность в плечевых и локтевых суставах достаточно. Если этого не происходит, то тренируйтесь. И начинаем похлопывать себя. Сначала одной рукой сверху, потом перехватываем воздействие и прохлопываем себя рукой снизу. В каких-то местах удобнее хлопать именно ладонной поверхностью, в каких-то местах удобнее хлопать тыльной поверхностью кисти. То есть это вполне допускается. И вы получаете прохлопываете одновременно как первую, так и вторую линию по каналу мочевого пузыря. Если хотите, можете прохлопывать по отдельности. Но тогда вам надо спуститься вниз до подколенной ямки и потом начинать прохлопывать вторую линию канала мочевого пузыря по всей спине и вновь до подколенной ямки, но отступая полтора отсуня от предыдущего места прохлопывания. Далее идем по задней поверхности голени по середине до середины всей голени и потом смещаемся в наружную поверхность и прохлопываем к области внутренней ой извините в область наружной лодыжки в области наружной лодыжки между собственно лодыжкой и ахилловым сухожилием вот этой же методикой как на голове кончиками пальцев прохлопайте отдельно точку кунь-лунь она очень мощная и выделяет эндорфины гормоны радости и гармонизирует как я вам уже говорил иниян огонь и воду и далее уже стандартным прохлопыванием вы воздействуете на боковую поверхность стопы и заканчиваете в области мизинчика и таким образом вы проработаете весь канал если по пути прохлопывания попадаются какие-то неприятные точки то вы их дополнительно порастирайте поразминайте не обязательно эти точки могут быть стандартными и связанные с связанные по топографии с конкретными биологически активными точками могут возникать новые вне меридианные и ваши личные биологически активные точки все эти точки если они как-то себя проявляют нуждаются в проработке и в спокойном состоянии лучше отводить не менее получаса на проработку любого меридиана особенно такого длинного то есть самого длинного меридиана как изучаемый в настоящее время меридиан мочевого пузыря дзутайян пангуанзин и в завершении нам осталось разобрать открытые точки данной системы которые более активны в настоящее время до 9 сентября самой активной точкой на канале мочевого пузыря является точка В 65 5 Ну кто-то готов сказать какую функцию либо к какому элементу относится данная биологически активная точка Кто не готов честно сознайтесь и поставьте минус в чат Кто готов напишите либо элемент либо какую функцию выполняет эта точка то есть по простому так скажем критерию тонизирующая элемент в элементе и седативная так один уже сдавшийся есть вам кто сдался без бою домашнее задание ну я конечно скажу вам ответ но посмотрите справочники посмотрите вот нашелся человек который взял на себя ответственность и все выполнил правильно да совершенно верно это точка элемента дерева она является седативной можно сказать охлаждает данную систему ваш ответ правильный абсолютно правильный и как раз эта точка будет активно ежедневно ежечасно до 9 сентября но один такой нюанс не надо понимать седацию как уменьшение энергии мы разбирали с вами неоднократно что на самом деле седация это успокоение энергии это ее более равномерное течение в первом приближении да многие считают что седативные точки уменьшают энергетику в канале но это происходит только тогда когда энергия избыточна если энергии недостаточно то ее можно использовать но немного с другими целями с целью равномерного течения энергии особенно это актуально если мы наблюдаем одновременно снижение энергии и ее блокировку также в августе есть два дня 12 и 24 августа когда в течение суток активируются 12 августа 67 биологически активная точка а 24 августа 66 биологически активная точка если вам необходимо по воздействовать на эти точки то запланируйте эти дни по времени конечно же лучше выбрать время активности данной энергетической системы канала мочевого пузыря и кто помнит время активности мочевого пузыря тот получает пятерку 5 с плюсом получит тот кто напишет не просто время активности но и формулу по которой можно высчитать это кто-то готов это написать плюсики поставьте либо начало часа активности канала мочевого пузыря у нас есть участники которые не так часто посещают наши меридиональные занятия и они видят сколько много информации требуются для профессиональной работы с меридианами на самом деле достаточно разобраться в одном меридиане понять систему усин понять систему ин-ян и тогда вот эти все мои провокационные вопросы не ставят в тупик напоминаю все очень просто для того чтобы узнать время активности меридиана надо ввести номер меридиана в следующую формулу это формула простая 2н плюс 1 сейчас я вам ее кину в чат да совершенно верно Галина вы меня чуть-чуть опередили вам 5 с плюсом 2н плюс 1 n номер меридиана соответственно n это 7 в данном случае 7 плюс 7 умножить на 2 это будет 14 14 плюс 1 это 15 ну вот Галина вы написали формулу для середины часа ее не очень удобно использовать потому что это середина вот а начало да вот правильно Татьяна написала с 15 до 17 то есть формула 2n плюс 1 дает 15 сам канал активен в течение двух европейских часов то есть с 15 до 17 совершенно верно ну я думаю вы запомните эту формулу и будете дальше ей активно пользоваться но чтобы ей пользоваться надо просто запомнить порядковый номер меридианов и в дальнейшем вы легко в уме сможете посчитать время начала активности любого меридиана на этом я завершаю информацию по меридианам также хочу обратить ваше внимание что в этом месяце у нас много анонсов много новых мероприятий которые будут происходить ежемесячно и посмотрите внимательно на наши анонсы кроме анонса нового расширения по джензиотерапии так будет называться в дальнейшем рефлексотерапия будет в конце месяца анонс нового направления это КВЧ терапия также вы будете узнавать о таких мероприятиях как встреча без галстуков запишитесь обязательно на это мероприятие и вы будете знать в каком виде можно задавать нам вопросы и мы эти вопросы будем разбирать по вашим карточкам нецена онлайн и вы можете много много нового узнать и задать нам самые хитрые самые интригующие вопросы но для этого вам надо активно участвовать с нами в работе задавать свои вопросы присылать карточки и мы все всегда ответим на них так ну пока я вот рассказывал о наших новинках поступил вопрос по теме сегодняшнего вебинара если больше употреблять соленого это укрепляет или ослабляет систему мочевого пузыря все зависит конечно от количества вот эту грань достаточно сложно подобрать да есть так скажем европейская норма она варьируется от 3 до 5 граммов соли ежедневно но можно запомнить простое правило что не надо ничего подсаливать если вы подсаливаете это однозначно вы перебираете эту норму сама соль она нужна для того чтобы включить эту систему количество соленого не играет никакой роли и очень часто китайцы говорят что препараты для воздействия на почки надо запивать соленой водой но это не значит что вы должны пить воду такой солености которую можете выдержать на максимум и нет для этого достаточно ну вот вы собираетесь запить полстакана воды либо треть стакана воды для этого вам достаточно кинуть один кристаллик соли это будет уже соленая вода потому что если перебрать вот это количество то можно вызвать избыток соли ее отложение нарушение суставов и повышение артериального давления также очень хорошим вариантом является не использование соли в чистом виде особенно для салатов а использование соевого соуса и вот это использование соевого соуса оно может увеличить и стабилизировать энергетику в канале мочевого пузыря но все вот эти моменты надо постоянно отслеживать и мониторировать свое состояние у вас есть чудесный инструмент для этого это наш ведопульс следующий вопрос при обследовании на пока во вкладке дхату выявляется очень низкое значение первоэлемента вода как увеличить это значение сразу вам скажу что лучше увеличивать вот если вы ориентируетесь на вкладку дхату то здесь лучше использовать аюрведические критерии и в этом месяце Олег Викторович будет читать вебинар с аюрведической точки зрения вот мои рекомендации они больше распространяются на канал мочевого пузыря потому что алгоритмы расчеты ну вроде бы называется вода и там и там часть информации пересекается часть не пересекается индийская и аюрведическая традиция они ну рассматривают этот вопрос немного по-разному я даю ответы в той области где я являюсь экспертом то есть в области традиционной китайской медицины добавление соли и использование подсаливания но не ложками а вот именно кристалликами и использование например в питании большего количества водорослей как в свежем виде так и в сухом виде можно из сухих водорослей делать супчики ну наиболее известный это тайский суп томьян вы можете делать любой суп наверняка в Москве и во многих крупных городах продаются сушеные водоросли то есть любые сушеные водоросли можно либо порезать либо есть уже в виде соломки водоросли и есть специальные заправки для различных супчиков из водорослей то вот такие супчики они повышают энергетику воды и в скором времени пока точно не могу назвать срок будет изменение в рекомендациях по фитотерапии и там будут разбивки по системе как аюрведической так по системе традиционной китайской медицины и вот эти добавки и страв вам помогут в том числе и для восстановления тхату и для восстановления канальной энергетики на этом я завершаю наш вебинар благодарю вас за ваше внимание за ваши интересные вопросы за вашу работу участвуйте с нами в последующих вебинарах этот месяц у нас очень насыщенный жду вас с вашими вопросами пожеланиями и успехов вам в вашей работе и жизни до свидания субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...